Итак, всем привет, с вами Дубка, продолжаем играть в TheSalesCase with World of Blaze И начинается лезда 42-го, мы почти продержались уже один год, уже через месяц будет реально год И немцы вот-вот начнут следующую часть операции, Fall Blow И, ну, там будет тяжко, мы уже сдали неплохую часть юга, честно говоря Да, здесь нам держаться будет намного проще, и вот-вот уже у нас здесь дивизии будут готовы Так что, ну, в целом мы должны нормально продержаться, но ситуация все равно напряженная Танковые дивизии мы скоро начнем полноценно делать, танки мы уже делаем в хороших количествах А потом перейдем и к авиации Как только у нас появится авиация, тоже станет намного проще Слушай, у нас впереди куча еще сражений, куча боевых действий, поехали А вот и, собственно говоря, сразу как только, я говорю, поехали Начинается следующая стадия атаки, и они снова пытаются пробиться сквозь эту реку и сквозь вот эту территорию И даже под Москвой тоже Ну, я вам скажу, где-то у них это 100% получится Как бы здесь точно нет, Москва там укрепа хорошая А вот здесь вполне себе Вполне себе, я вам скажу Нужно думать, куда здесь можно идти дальше Но здесь, если отходить, типа вот куда-то вот сюда Но это, честно, отвратительные позиции для обороны Но как будто других и нету А, признаки предательства Слушайте, слушайте Никто не ждет советскую инквизицию Точнее, ну да, вы поняли, в общем-то Да, окей Мне так немцы сделали вот здесь вот с рейхскими сарятом Так что я не сильно расстроен от того, что мне приходится так делать Давайте сделаем вот так И, слушайте, эти войска там можно О, ничего ими сделать нельзя Расформировать их, кстати говоря, тоже нельзя Но покрасить обратно Испанию Попробовать Почему бы, собственно говоря, нет Хотя бы какие-то ее части Дивизии здесь готовы Ну что ж, будем сейчас выстраивать линии Ну и, пожалуй, наверное, знаете, что мы еще будем делать? Скорее всего, часть отправится вот в эти дивизии тоже Типа вот отсюда двоечку давайте вот туда Одну дивизию туда Ну вот сейчас пополним везде А, и у меня кончились слоты, собственно говоря, фельдмаршалов, если что У обоих Блин, ну это по 12 на генерала И вот этот лимит, господи, это, ну Супер Супер душка, я бы сказал У меня еще есть вот этот генерал, кстати говоря У которого нет вообще некоторых генералов А знаете, что я сделаю? Я сделаю вот так Да, это типа не очень Но хотя бы так у меня будут хоть какие-то генералы здесь И, по-моему, у них есть нормальный лимит, да Поэтому мы делаем вот так И снова живем хотя бы А вот этих мы давайте финнам отдадим В принципе, на них мне пофиг Они только какие-то ресурсы, может, немцев на себя немножко перетянут Здесь тоже мы отбиваем вот эти территории Сейчас снова форты будем держать И нам сюда бы еще дивизии Ну, здесь мы уже их обучаем И, пожалуй, добавлю я немножко танковых дивизий Также Давайте это все подсвернем Пожалуй Как будут готовы они мы увидим Мы делаем тяжелые танковые Значит, мы здесь закажем еще дополнительно средние танковые Ну, вот одну реально мы только и можем Ой, кстати, у них какие-то дивизии начали снабжение Потери нести? Неужели? Это у них там минус 30, там, это, припасов потребления Я думал, что они не могут нести потери от снабжения Но, видимо, видимо, даже такие чудеса бывают Так, ну и вот это мы останавливаем, чтобы не терять лишние самолеты А, вот эти ребята, да, пускай дальше и работают по Здесь вот, по снабжению О, немцы реально сюда какие-то дивизии перетянули Я невероятно этому доволен Но в реальности они тут вряд ли что-то сделают, конечно И мы можем снова нажать свободу мысли Бесплатная на доктрины и плюс опыт Обязательно нажимаем И бесплатная на доктрины, пожалуй, думаю, в пехоту тратим Здесь скорость пополнения, здесь больше восстановления Скорость пополнения у нас и так, по-моему Ну, космическая У нас и так она 29 И у нас еще в дивизиях там дополнительно, короче говоря, нет Скорость пополнения нам точно цельно не нужна Мы берем левую доктрину Плюс восстановление дополнительное И потом здесь еще идет выбор взять защиту, организацию, укрепленность Либо защиту противопехотную атаку, организацию, укрепленность И я думаю, надо брать противопехотную, потому что бафов на защиту у нас и так дофига А вот на атаку вполне себе пригодятся Ну и побыстрее пехоту закрыть все Так, сделали мы заградотряд, надо подумать, что мы хотим еще Танкоград уже, наверное, пора В принципе, мы все основные фокусы взяли Танкоград возьмем, будем сейчас начинать еще и там строить заводы нереально Так, а это мы где строим? Это мы вот здесь вот такие выстраиваем, только нам нужен один левел Везде вот так, нормально А еще, я думаю, можно менять пехоту вот так, в принципе Единственное, да, они сейчас... Ой, как они теряют все И опыт потеряли, и все Но я думаю, это того стоит Они успеют пополниться Здесь все-таки форты хорошие Они должны даже такими защищаться И потом мы сможем здесь еще и контрревать В идеале, как бы, нам что? Потому что, чтобы вся армия была из этой элитной пехоты Ну, как бы, по стоимости мы такого себе не можем позволить Так что, пока что есть Вот теперь, по-моему, точно снег прошел Осталась грязь, дождь Ну, вообще, немцы уже в теории могли бы наступать Но, конечно, слякоти везде дофига Поэтому, может, поэтому они как бы ждут А может, не поэтому В любом случае, я довольна, что они не нападают Потому что каждый день приближает нас к зиме А зимой уже, ну, точно, мы себя чувствуем нормально Единственное, я вижу, что здесь вот Мы все-таки должны отойти Давайте сделаем где-нибудь здесь Вот такие вот, да Следующие обронительные позиции Хотя, хотелось бы мне попробовать их окружить И у нас в прошлый раз это получилось Но уже все-таки слишком рискованно это выглядит Опа, ну, вот немцы и нажали кнопочку Ну, слушайте, шансы нормальные Вот здесь вот, конечно, нас душат Так сказать, лишнего Можно вот так вот отойти будет Потом укрепить эту территорию А здесь мы себя чувствуем нормально Вот так Напряженно Здесь кое-как Здесь они пытаются что-то захватить на удачу Им вот отсюда, наверное, все-таки лучше свалить На какие-то позиции поинтересней Вопрос только, где эти позиции поинтересней Здесь везде равнины бесполезные Которые хрен подефаешь даже Но надо думать Здесь вот я пытаюсь отбить эту территорию обратно Потому что нас с ней выбили Мы не успели так там укрепиться А здесь, на севере, я сомневаюсь, что где-то нас могут пробить Ну, как бы вот только здесь Немножко напряжено, но и то Они сейчас реинфорсят И тут успеют вернуться И мы даже вот так вот еще можем Подбросить на всякий случай Подкреп от соседних провинций Так, лизинг стали и алюминия Если я правильно помню Это дает нам новые заводы стали И как раз-таки алюминия Блин, ну вот Нам столько не нужно этих ресурсов А вот уголь у нас реально идет И реально его немножко не хватает Нормально, у нас уже 8 Т-34 в день производится Прям число-то растет и растет Можно даже добавить, я думаю, парочку таких дивизий Одну тяжелую Танк в армии у нас потихоньку начинает обучение Так, ну и здесь мы смогли вернуть все-таки свои территории Давайте-ка все обратно на позиции Кто-то даже пускай побыстрее Здесь мы тоже выдержим Окей, остановились Как показала практика Вот эти территории хрен защитишь И, ну, это факт Тем более здесь, видите, вот здесь вот был пункт снабжения Сейчас ничего не идет Вот сюда еще ничего не идет, кстати говоря Нам бы вот так вот соединить вас И станет все чуть-чуть получше И, кроме того, возможно, стоит... А, ну это и так у нас стоит Здесь и так все настроено Вот так, возможно, стоит сделать Это выключить Типа вот так пускай снабжаются здесь Но здесь Вроде и так все нормально И у нас есть уже и Танкоград Слушайте, ну, прям встаем с колен Теперь здесь у нас 36 Сколько вы будете строиться? Четыре года Ну, ожидаемо Можно, мол, на самом деле чуть еще и строить сюда Ну ладно, в любом случае Очень много мы там построим И, слушайте, у нас теперь Реально прям нету того, что нам нужно здесь брать Прямо здесь сейчас У нас вот эти нам не сильно нужны Дорога жизни К зиме Прямо сейчас не зима, очевидно Авиацию можно уже потихоньку Начать раскачивать Потому что здесь ничего нам полезного нету Это в теории, но это такое Это очень смешно Это не наш баф Вот это можно было бы, кстати говоря, взять И это могло бы быть полезным Как и вот эти два фокуса Потому что, смотрите-ка Политка нам, объективно говоря, нужна И поддержка войны, которая здесь Которая здесь дается От этого дебафа Который мы уберем Тоже нужна Поэтому давайте возьмем сюда И за политку давайте к военную пропаганду Нажмем тоже Нам нужно поддерживать поддержку войны Хорошей Германия, кстати говоря Она прям падает очень значительно И вместе с ней падает стабильность Из-за этого Нам нас это устраивает Так, а здесь надо Позиции немножко поправить Очередной раз Германия нажимает, видимо, стрелочку Ну и слушайте Все выглядит прям намного-намного веселее Если раньше мы при такой стрелочке Как бы, ну, чувствовали, что все пиздец То сейчас Ну, как бы, как-то Повеселее Так, так все-таки делать не стоит Как-то повеселее Хотя Ну, пробивают Пробивают Танки И бронетехника все-таки Нормально пробивает Нужно, я думаю, отступать как-то Полуорганизованно вот сюда Наверное Вот так как-то делать Так, ну здесь Несмотря на то, что они не обученные И не пополненные Как я и говорил Они, в принципе, даже танки удерживают Нормально Ну, надо, конечно, все это произвести Вопроса у нас Не хватает, что ли? Мне казалось, что у нас нормально Нет Есть все Просто еще никак не доедет, что ли? Странно А, легкие танки А Смотрите, что уже пошло Помните, у нас там легкие танки были В наших элитных этих дивизиях А они просто нам закончились Ага Что мы можем делать? Мы можем делать вот так В теории Это В принципе, даже какую-то пользу Будет иметь И машинки у нас на это есть А вот эти, по-моему Нам не хватает Просто их, да, будет Да, 2400 нужно Вот этих У нас их нету столько И здесь нужно 2300 тоже У нас таких тоже Только 1000 Можем сделать вот так Но, честно говоря Раз уж мы делаем То давайте просто вот так На обычную разведку Окей Ну, должно стать Нормально Да, и без спасности Кстати говоря, сразу выросла И статы на этом Тоже выросли Но они сейчас битвами Я думаю, докачаются До такого Уровня Окей Пожалуй И, кстати говоря Перки не забываем качать Те, которые я обычно Не так сильно люблю Но здесь Любые перки Любое преимущество Это возможность Продержаться еще Некоторые дни А с ней уже сложилась Наша текущая ситуация Где мы держимся Я думаю, уже Некоторые месяцы И продержимся Вполне себе до зимы А после зимы Уже и попроще будет дальше Вопрос только Как скоро они нажмут Вот эту кнопку Я думаю, скоро И вот с ней, наверное Будут еще некоторые проблемы Но если мы переживем и ее То мы сможем победить Ой, у нас отказалась тут Патриотическая борьба Особое поручение Тоже нажимаем Все Война прям очень затихла Все это нам, конечно же На руку Мы тут Восстанавливаемся Нас, конечно, бомбят Все еще даже Что нас вот Бомбардировщики бомбят Это все нам неприятно Но не то, чтобы мы могли Как-то им сильно помешать Мы просто бомбим Вот, вот здесь вот Что получится Да, как бы И в пути снабжения сюда Ну и я не уверен По-моему, это не из-за наших Эффектов здесь Просто у них У них вот это рассеяние Вот от этих точек До сюда И они здесь стоят и горят И я очень этим доволен Сюда бесконечно Ресурсы направляются И сгорают Здесь примерно та же самая ситуация Сталинград вообще Под некоторой угрозой Но Выглядит Безопасно Плюс-минус, конечно же Здесь все тоже стабильно Вот здесь вот Мы Раздеплоили Еще парней К ним добавим Я думаю, еще там Обучаем Делать танк в армии Чтобы контратаковать И Под стрельградом Мы хотим Обязательно их Отбить до реки Обратно Чтобы ее держать И здесь, конечно же Мы хотим тоже их Отбить обратно К Ростову И вернуть себе Все эти территории Так что Вот эти две Точки Так сказать Мы хотим вернуть И Вот здесь вот Я думаю До Тулы Вот эту все Тоже реку Отбить бы Но для этого Нужны танки Либо авиация И того И того у нас нет Начнем с танков Опять делаем нормирование И готов этот фокус Идем теперь сюда Еще плюс 5 палитки Минус 10 поддержки войны Убираем Становится Ну Как-то нормально Кстати говоря От потери Будет все еще Минус 0,5 Еженедельно Хотя мы уже Не несем потери Странно Но допустим Ну Бомбардировок Понятно Там все В принципе Немцы бомбят И бомбят Здесь Я тоже доволен Они тоже Кстати говоря По 0,5 теряют И По 0,3 Это бомбардировок И В принципе Идут в минусе Я этому тоже рад В один момент Ну Они заглохнуты И заглохнуты Они раньше нас Нужно будет еще Вот эти кнопочки Поднажимать Потому что у нас Экономика разрушается Нам бы дать ей Передохнуть Тоже палитку накопим Нажмем И следующий фокус У нас наверное будет Вот здесь Чтобы еще 10 Сбросить вот отсюда Кстати говоря У нас уже армия 6 миллионов Я не заметил Как это произошло Но это произошло И у нас Людские ресурсы Опять заканчиваются Это кстати говоря Не то чего я бы ожидал Честно говоря Да У нас призыв Мужчины завода Произошел Поэтому Такая фигня Произошла С одной стороны Круто 20 объемов Производства Блин Это шикарно А с другой Полтора Военнообязанного Вот не знаю Насчет полтора Но пока что У нас еще есть Запасы окей Мобилизовывать дальше До взрослой Точно нет Это слишком жестоко Не установили Этим поддержки Еще Плюс здесь подготовки Мы такого не выдержим Но возможно Либо что-то Переформировать Либо еще что-то Посмотрим Ну и в Германии Тоже такие же проблемы Если что Там полмиллиона Все осталось И тоже Обязательная служба Так что у нас Ситуация Прям я бы сказал Одентичная Армия у них Кстати говоря Чуть поменьше Нашей Но у нас Очень много пехоты Кстати говоря У нас тут Я вижу Что запасы Некоторые Прям очень большие Потому что У нас стоимость Всего уменьшилась И мы можем Теперь чуть-чуть Свободнее С военными заводами Обращаться Котувошечки У нас тут тоже Должно быть дофига Уже Ну да Так и если мы Производим дофига Можно Все это сокращать И переводить Уже на что-то Более-менее полезное Еще я сделал Вот так Переделал Наши дивизии Горнострелковые Здесь Тут немножко Вернул обычных Объясняю зачем Чтобы 20 было шириной фронта И я более того Наших горняков Оптимизировал Как раз таки Под двадцатку Здесь ничего не менял Не знаю Может стоит Вот эта штука Точно стоит им добавить Как минимум Это ладно Пускай будет Раз у него Госпиталь есть Остальное Что-то Ну и ремроту Можно добавить тоже Потому что Они куча защищаются Они куча нам А снаряжение Тут вот как-то так Пускай они будут Все чувствовать Нормально Я думаю Так вот Чтобы две дивизии В одной была Провинция Одновременно в битве Таким образом Если какая-то отступит То вторая Ну то есть полу Кто-то еще подтянется А если у нас только Одна на ширине фронта Помещалась То Были проблемы Если эту одну дивизию Пробивают То вторая Но не ренфорсить Нету второй дивизии Нас начали атаковать Господи Вот садок 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 Плюс 20% Видимо Это то самое Началась Следующая стадия Ребята И она Я чувствую Будет тяжкой Я решил Что все-таки Зайду на Германию Только чтобы Показать вам Какие у нее Тут бафы Все-таки Ну вам наверное Будет интересно А эти бафы Показываются в решениях А не на этом Так что Ну почему бы вам Не показать Итак Первое Фалблау Дает 10 Скорость 10 атаки И 20 Расходов Припасов На Я так понял Сколько тут Наверное 3 месяца Что ли было Или 2,5 Далее Ксблу еще есть Активирован Тоже не очень уверен Что это Но Почему это идет подряд Точнее даже Скорее одновременно Допустим Кстати говоря Потом на 3 месяца Будет минус укрепленность И минус организация Чувствуете Что через 2 месяца Мы сможем Контратаковать Попробовать Ну по крайней мере Попробовать Но в целом Судя по Пузырькам То может быть И реально пробьемся Так вот 20 расходов Припасов Смекаете Да 40 Уже 40 Ну и скорость Планирования Еще безумная То есть У них всегда есть Бонус Планирования Еще 10 атаки То есть Уже 20 атаки 40 Расходов Припасов И просто потому Что она Германия Получает еще 30 В итоге Они имеют Минус 70 Расходов Припасов Ну типа Это просто Безумие И Ну вот это Слишком Это слишком Я думаю Хотя бы Ладно Если вы даете Вот этот баф Германии Ну во время Вот этих бафов Не стоит отодавать Потому что Ну они просто Не снабжаются Ничем Они просто живут На Не знаю На воздухе Питаются солнцем Наверное Я не знаю Но это безумно Вот Тем не менее Я хотел показать Тут еще тоже Кто-то может сказать Что ЖД бомбить Нет смысла Ребята Вот как выглядит Постройки Германии Посмотрите Как много здесь ЖД Да Там есть скорость Огромная Да Она ремонтирует ЖД Типа моментально Но это Вот это видите Это ЖД дома И во-первых Вот 5-й левел Она там Не моментально ремонтировала А во-вторых Все остальное ЖД Что находится сейчас В ремонте Оно Не будет отремонтировано Пока Ну Не дойдется До верха Да Даже вот это По-моему Ремонтируется Все равно быстрее Но Это занимает время И самое главное Видите Германия ничего не строит Все это время А просто Вот Посмотрите Просто ремонтирует Все бесконечно Так что Я считаю Что эффективность В этом есть Такой вот Огромный список Но мы возвращаемся На наш Советский Союз А ситуация В Советском Союзе Ну такая Напряженная Я тут немножко Поперебрасывал войска В такие вот Горячие точки Более-менее Типа вот сюда Там где-то вот здесь Здесь Чуть-чуть Но вот здесь Вот у нас Проблема И вот здесь Вот у нас Две проблемы Такие есть Здесь у нас Дивизию В теории Можно вот эти Деплойнуть Хотя я бы Наверное Не хотел Но В теории Можно У нас на самом деле С людьми ресурсами Еще проблема Но я думаю Это из-за того Что куча всего Оккупирована Будем возвращать Будет попроще Ну и Немцы тоже Несут потери И они уже реально Лучше Даже чем Два к одному Типа Уже пошел Там один с чем-то Да Так что Ну Мы начинаем Камбэкать Камбэкать серьезно Другой вопрос Что по промышленности Нам еще и догонять Догонять Но там промышленность Ломают Очень солидно А мы только строим новую Так что Ну Мы будем расти Они будут падать Как я и говорил Вот сюда пойдем 10 усталостей Надо сбросить И надо бы Нажать патриотическую борьбу Кстати говоря Поехали И через некоторое время Все битвы стихли Видимо потому что С патриотической борьбой У них не такое преимущество Как они думали Ну и да Немец Чуть-чуть здесь Смог забрать Но Мы ждем опять-таки Пока у нас Эти дивизии будут готовы И мы их тоже выкинем Мы можем вообще Резервы поднять В теории Ими закрыть И слушайте Наверное Я так и сделаю Вообще Типа А почему бы нет Они здесь в Москве Заспавнятся Здесь подзакроем Здесь тоже подзакроем Здесь пускай Они типа туда идут Но Без пункта снабжения А здесь пункта снабжения Это Сталинград Они здесь просто будут все гореть Так что пускай И ближайше здесь Это Ростов Как бы Ну Ростов и тут вот Тоже Под Воронежем есть Михаловку надо не отдавать Кстати говоря А так У нас все Окей Пускай заходят Если хотят И теряют Доп Собственно говоря Снаряжение Здесь ситуация Чуть у них Получше У них тамбов Прямо под носом Поэтому ну В принципе ничего Здесь нормальная У них ситуация А другой вопрос Что мы их Мы их отсюда в теории Выпить можем Как бы Ну и даже не в теории На практике Да На практике Они здесь Нормально разбиваются Но я хотел бы Аккуратно С этим всем Правляться Поэтому давайте Не спешить Ну и кстати С генералами Вот самая большая проблема Сейчас С армией Это и с генералами Именно У нас просто Ну нету Нормального Количества генералов И типа Вот приходится Делать что-то Вот такое И ну реально Сейчас опять Закончится Ну и вторую волну Пожалуй Тоже развернем Ну точнее Еще Десяточку Первой волны Я бы сказал И их Вот уже Наверное Куда-то сюда Стоит отправить Как их В скобочках Одну это дивизия Но сейчас появится Еще десять Так что будет уже их Вот они и появились И как я и говорил Вот у нас Пятерик Который никуда закидывать Будем сейчас Сказать где генерал Свободный Типа вот сюда Можно закинуть Две дивизии А сюда можно Закинуть две Кстати говоря Я не против Закинуть туда дивизии Меняем иконочку Тем дивизиям Чтобы Подождите Это же та Да Резервы Все правильно Так вот Чтобы их Видеть Именно Понимать Что они Не готовы Для атаки Это только Защитные дивизии Еще одну Куда-то Закинуть Господи А некуда Хотя можно Вот сюда В принципе Окей Пускай Хотя бы туда Идут Я не против Здесь как я и говорил Если я не пойду Дальше Они только больше Будут снабжения терять В теории Они могут дойти До Саратова Здесь Но тогда я здесь Их атакую Но они слишком Растянут свои дивизии И наступает сентябрь И потихоньку Сейчас Будут приходить Снега А снега Это в принципе Остановка немецкого наступления Полного Отлично Я кстати говоря Взял вот эту доктрину Я думаю Уже пора Она супер Отлично 10 защиты 10 атаки 8 организаций 5 укреплений Так что Наши дивизии Сейчас выглядят Ну прям Нереально Серьезно Давайте найдем Где-нибудь еще И обученных Ладно Обученных Прям не найдем Но вот Типа 800 защиты Просто базовый Просто это реально База И 400 Противопехотный 120 Противотанковый Удача немцам Пробить вот это Под 66 Организации еще И под Вот этими Нереальными 34% Укреплениями Вот Я как и говорил Могу в принципе Что-то контратаковать И наверное Стоит Чуть Вот здесь Вот фронт Сузить Поэтому Аккуратненько Не спеша Пробуем пробиться Хотя Блин Нет Или Или да Они начали пробиваться Но нет 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 Все таки Не хватает Здесь хороших дивизий Здесь За сегодня Элитные Я их не буду Папать Чтобы они опыт Не потеряли Кстати говоря Тут какое-то Нереальное количество Паломных самолетов Поэтому давайте Сделаем вот так Сидеть вдруг Будут подлодки Они пускай Их уничтожают А вот у нас уже Яки 9 43 года А у нас сейчас 42 Прекрасно Авиация тоже Начинает Процветать Будем готовить Нашу ударную группу Хотя бы Истребителей Чтобы врагов подавить А потом Можно подумать И о каких-то Штурмовиках Я видите Штурмовики уже делаю Ударные бомбардировщики делаю Тихоньку Авиация тоже Начинает Налаживаться у нас А еще я апнул Здесь вот кораблики Пожалуй Я добавил им Так давайте Прям все Я добавил им туда Радары новые Пускай они апнутся Чтобы здесь Подлодки Понаходить с ними Думаю будет Неплохой апгрейд Плюс Пожалуй Делаем вот так И остальное Все пускай Производится Именно С Последними Радарами Чтобы подлодки Можно было реально Ходить Потому что пока что Они избегают обнаружения Из-за того что у них Слишком большое обнаружение Ну мы хотя бы вот так Вот защищаем наш конвой Но опять же это Ну не слишком сильно Помогает И так давайте-ка Вот это все-таки Недоразумение Его избавимся Вот таким вот образом Вроде не должно быть Особых проблем Там снабжения нету Да И чуть-чуть Фронт станет Получше выглядеть уже Вы только Остойте на месте Пожалуйста Спасибо Блядь Вы это видели Охуеть А можно было Я через кодру нажимал Ой как же немцам Похуй на игру Как говорится Но ладно Я не против Слушайте Даже этих радаров Нам не хватает Чтобы находить корабли У меня есть идея Что надо прокачать Еще больше Обнажение подлодок Ну вот так Я так полагаю Да Да Синсконвоев Обнажение подлодок Давайте еще больше Вам все равно Нету да Ну да Ну Хотя бы шансы Все равно будут Ладно Лучше чем ничего Радар можно было бы построить Но очевидно Это слишком дорого для нас Но кстати Знаете что уже Недорого Точнее что уже Пора делать Проект Полное покрытие Из двух вот этих Территорий Это займет Некоторое время Причем Дольше чем здесь написано Скорее всего Хоть я не думаю Что оно учитывается Что это плюс 2000 Но строить уже Пора я думаю А еще можем Поподдерживать Партизан Минск Варшиловск Варшиловград Точнее Мозырь Отправляем Что здесь вообще По цели сопротивления 37 конечно Но Смотрите Кому туда закинули Усилить сопротивление Киеве Я так понимаю Она уже прошла Надо будет потом Еще раз закинуть Но все равно Они Под гражданским надзором Всего лишь держат это Там сгорает уже Наверное Очень много Минпавера 52% Звучит очень сильно Военный губернатор Все равно не справляются И Минпавер Это тикает Время Это идет Германия Время идет А мы еще Давайте потом Военную пропагану Нажмем Как Как у нас Политка накопится И я подумал Блин А у нас тут Слот недоучен Пускай он вообще Докачается здесь Че нет то Что нам немцы За это сделают Ничего Это мне не нравится Что они Помят наши конвои Ну что поделать уже Так это мы сделали Чуть экономика Получше стала Но все равно Грустная на самом деле И Блин Здесь нам Не сильно что-то нужно Честно говоря Вот это Супер сильно Давайте наверное Это и сделаем сейчас Опять стоимость Авиации Будем еще Производить Авиацию И потом Наверное пойдем Уже избавляться От воздушных Дебафов Всех Типа вот это Вот это Возьмем Докачаем Здесь техи Она нам До Москвы Полностью вернуть Чуть значит Попозже Потом вот эту Штуку сделаем Возможно Сюда выйдем Вот сюда Но это нет На самом деле Нет вот сюда Ну короче Докачаемся Ну это все Пожалуй Ребят Следующая серия Наступает Зима Наступает Холода Наступает Пизда А с вами Ребят Был Дуб Гай Подписывайтесь Если вы еще вдруг Не подписаны Лайки Комментарии Все как обычно И до скорых встреч Пока